МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В телеграм-канале администрации города напоминают, что сейчас идет голосование за преображение общественных пространств. Оно продлится до 30 мая. Каждый самарец может выбрать общественную территорию, которую, по его мнению, необходимо благоустроить в 2023 году. Оставить свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру, авторизировавшись через платформу обратной связи госуслуги.решаемвместе. Глава Ленинского района Елена Бондаренко сообщает, что в Самаре стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». В честь Дня Победы добровольцы раздают ленты, рассказывают историю и правила закрепления символа на одежде с левой стороны ближе к сердцу в знак уважения и сопричастности к историческим событиям России. Акция проходит по всей стране и продлится до 9 мая. Городской департамент образования напоминает, что еще можно успеть принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». До 28 апреля школьники могут подать заявку на вокально-танцевальный конкурс «Российская школьная весна». Два направления – танцевальное и вокальное – возраст от 14 до 18 лет. До 5 мая принимаются заявки на форум «Точка юниор», который пройдет с 15 по 18 июня в рамках Петербуржского международного экономического форума 2022. Для участия необходимо предложить идею или инициативу в технологической или экономической сфере. Возраст участников от 14 до 17 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова